Так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказался что-то. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Доброе утро всем, кто нас слушает. С вами Радио Болтком и программа «Встретились, поговорили». Ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. И я, Рита Трошкина. И с нами сегодня гостья. Вот у нас лежит книжка перед нами. Те, кто смотрят сейчас видеотрансляцию, уверена, называется «Другой Задорнов. Воспоминания жены писателя». Автор этой книги – жена и муза писателя Елена Бомбина. Сегодня с нами в эфире. Елена, доброе утро. Добрый день. Для кого-то доброе утро. Оля, Рита. И я рада приветствовать всех слушателей канала «Болтком». И я, конечно, очень вам, девушки, благодарна за возможность представить поклонникам и читателям Михаила Задорнова свою новую книгу «Воспоминаний другой Задорнов». Вот мы сейчас об этом и поговорим. Просто, Лена, очень большое количество людей ждали эту программу и ждали, конечно, книгу. Потому что книгу… Как долго вы писали эту книгу? И как вообще пришла идея сделать эту книгу? Вот прям начнем сразу. Я изначально хотела определиться, мы будем девушки с вами на «вы» или на «ты». Я и Олю, и Риту знаю 25 лет. Может быть, для простоты общения мы почти родные люди. Хорошо. Поэтому, может быть, когда нам проще будет общаться на «ты» тогда. Хорошо? С радостью. Да. Идея написания этой книги возникла не случайно. Она не была стихийной. Три года назад, три с половиной года назад, после кончины, ухода Михаила, один из каналов предложил снять к 70-летию документальный фильм о нём. И, как ни странно, они с просьбой написать сценарий обратились ко мне. Для меня это было неожиданное предложение. Это был первый опыт написания воспоминаний о нём. Но даже полтора часа фильма о Михаиле не смогли вместить всё то, что мы хотели о нём рассказать. Вот он такой был неформатный. Он не помещался ни в какие рамки, ни в какие границы. И поэтому вот это возникло и осталось ощущение лёгкой недосказанности. Поэтому идея созревала с того момента, с момента съёмок фильма. И в прошлом году она вот оформилась, начала оформляться уже в книгу. Книгу я писала вот. То есть ровно с того момента, когда нас всех посадили на вынужденную паузу, я вспомнила главные советы, главный урок Михаила. Он нам когда-то с дочкой сказал, помните, что всегда, в каких бы сложных ситуациях вы ни оказались, есть спасательный круг. И этот спасательный круг творчества. Я вспомнила этот совет и начала писать книгу. Пересмотрела его фотографии, перечитала его дневники. И издательство «Веча» откликнулось на мою идею. И вот спустя год книга издана. Именно в этом издательстве печатал свои последние книги о путешествиях, Михаил, с моими фотографиями. Ну вот, сразу дополним, что книга получилась очень красивая. Она большая, на очень хорошей бумаге. Просто там огромное количество фотографий из личного архива. И то, что интересно, это просто даже нет слов. Мы сейчас поговорим о содержании. И очень быстро сделано. Получилось очень быстро. То есть вот эта вот пауза, пока все там сидели мы и ныли, что, ах, как нам тяжело, и вот нас закрыли, мы ничего не можем. Творческие люди некоторые использовали для полезных дел, чтобы всех обрадовать. А вот на последней обложке книги «Наоборотной стороне» приведены слова друзей, которые рекомендуют эту книгу. Вот очень трогательно Максим Галкин написал, что книга не могла не получиться, потому что Лениной рукой водила память безграничной любви. «Отправляетесь и вы вслед за ней в увлекательное путешествие по воспоминаниям о необычном, талантливом человеке». А с чего вы начали это путешествие? С каких воспоминаний? Когда я пересматривала фотографии с Михаилом, я понимала, что каждая фотография – это отдельная история. И поэтому книга писалась легко. И даже поставив последнюю точку в этой книге, у меня осталось ощущение, что я не всё успела рассказать. И поэтому, хотите верьте, хотите нет, пишу продолжение. И издатель «Веча», издатель «Веча», он поддержал мою эту идею. Так что о Михаиле можно рассказывать бесконечно. Но для меня было очень важно показать в этой книге его вне привычного образа, такого непримиримого жёсткого сатирика, какими его запомнили поклонники. Мне важно было показать его вне сцены. Поэтому мне очень хотелось поделиться тёплыми, забавными, курьёзными историями на гастролях, поделиться воспоминаниями о его друзьях, коллегах, о его учениках, преемниках. И когда я книгу написала, первыми читателями стали как раз Максим Галкин, Ирина Безрукова и Сергей Дроботенко, которые были друзьями нашей семьи и которые не понаслышке знали Михаила. Кстати, Рита Трошкина тоже была одним из первых читателей. Мне тоже важно было мнение профессионального человека, который сделал столько интервью с Михаилом. Спасибо. И очень важно мне было, сейчас, чтобы подвести идею, чтобы обосновать идею моей книги, мне очень важно было доказать в этой книге, что Задорнов больше лирик и романтик, чем сатирик. Потому что только лирик и романтик мечтает изменить мир, этот безумный мир, и улучшить его. Лена, а ваша дочка каким образом участвовала в подготовке книги? Вы советовали с ней? Она накидывала просто какие-то идеи, мы что-то обсуждали и вспоминали веселые гастроли с Галкиным, и с Дроботенко, а это действительно были очень веселые поездки, путешествия, гастроли. Она была маленькая, и, конечно, вот какие-то теплые воспоминания о том времени, беззаботном, безмятежном, радостном, задорном, конечно, она вспоминала. Лена, вот давай не будем томить радиослушателей. Как сказала Ирина Безрукова, подруга и одна из первых читательниц книги, что эта книга ей напомнила волшебную мозаику, вот как в детстве, калейдоскоп такой был, когда ты его крутишь, а там пазлы вот эти собираются и образуют орнамент. Книга послужила вот таким волшебным калейдоскопом. Мы тоже сейчас попробуем немножко в рамках радиоэфира какой-то маленький фрагментик показать. Вот в самом начале книги, книга начинается с смешных вещей, сразу читаешь и улыбаешься, и сразу вспоминаешь Михаила Николаевича, каким он был. Три с половиной года его уже нет с нами, но до сих пор в социальных сетях, в интернете его поклонники, его слушатели пишут, дядя Миша, нам тебя не хватает. И почему именно сегодня опять востребованность такая вот? То есть мы всегда прикидываем, что бы сказал Михаил Николаевич на это, а что бы на это? Что бы он сказал, увидев нас с Олей, вот в этих масках, в эфире? Ну, его юмор был вообще невероятно актуален, потому что вот то, что утром передали там в новостях, потом люди обсуждали это между собой, и вечером уже, как это, в газете, в куплете. Михаил Николаевич уже формулировал какую-то свою реплику и отношения. Вот я могу сказать, могу подтвердить, что действительно потребность в его юморе и сатире сегодня выросла в десятки раз. И связано, наверное, это с тем, что он всегда высмеивал абсурд. А мы сегодня достигли такого апогея, абсурда во всём мире, и такой апофеоз у нас какой-то всемирной глупости, и ощущение, что сон разума накрыл сразу всю планету. И я думаю, что Михаил бы сразу же начал этого смеивать по одной простой причине. Главным девизом его и главным посылом его творчества всегда была фраза «Когда смешно, тогда не страшно». И с помощью смеха, шуток он нас всех выводил из этой зоны страха. Он из нас вот это вот рабство страха, он из нас выводил и вытравливал. Поэтому сегодня мне очень часто присылают отрывки из его выступлений и подписывают «Он провидец». Действительно, многое из того, что он высмеивал, всё сбылось. Лен, твоя книга написана тоже с очень-очень хорошим чувством юмора. Просто читаешь и интонации, знакомые интонации улавливаешь. Ты вначале в самом написала, что прошла очень необычный путь. В 33 года вы были вместе, и прошла этот путь от музы и лирика до жены и сатирика. А вот поясни, пожалуйста, эту фразу. Ну, я могу сказать так, что жизнь с сатириком – это в некотором смысле прогулка по минному полю. Ты всё время находишься под прицельным огнём его насмешек или каких-то наблюдений. И ты непроизвольно можешь стать или персонажем его монологов, или, в общем, стать реально объектом его высмеивания. Я скажу так, что для меня это давало, наверное, определённый адреналин, определённый тонус. Это очень дисциплинировало и очень заставляло развиваться. Ну, вот муза-лирика. Начиналось-то с муза-лирика. То есть, чем он изначально привлекал? Ты пишешь, что в 13 лет тебя заинтересовал Задорнов уже, да? Да, в 13 лет я не могу объяснить, почему именно его рассказы я вырезала в журнале «Юность». Именно его рассказы. Там печатались рассказы Жванецкого, Арканова, Горина. Почему-то именно его рассказы, потому что, наверное, в них не было ещё тогда едкой сатиры, а была такая какая-то очень тонкая философская линия о женской судьбе. И мне в 13 лет его рассказы так запали в душу, что я их вырезала. Лена, а когда вы познакомились потом, уже будучи взрослой, с Михаилом Николаевичем, вот вы ему рассказывали, да, что уже в 13 лет, это как предчувствие, может быть, какое-то можно... Как он отреагировал? Книги как раз про это есть. Книги как раз об этом и написано, что когда за два дня до моего 20-летия меня подруга привела на сборный большой юмористический концерт, познакомилась с Михаилом Задорновым, я ему рассказала, что собираю его рассказы, он точно не поверил. И у меня был реально зелёный портфель его рассказов. Я принесла, показала, и он себя почувствовал большим, маститым писателем. Напомним, что он возглавлял в журнале «Юность» рубрику «Зелёный портфель», да? Он назывался, он Галка Галкина, кстати, там, да? Всегда ним был. А вот у нас, Лен, а у нас «Зелёная лампа» стоит, мы принесли специально подаренное тобой в память Михаила Николаевича, это его лампа, под которой он работал, и под которой сейчас наши программы «Зелёная лампа» проходят. А вот в дочке вашей сколько лирики и сколько сатиры? Вот она лирик или сатирик? Она всё-таки росла, это папина дочка. Да, во многом очень. Вот по моим наблюдениям, в ней приблизительно такая же пропорция лирического и сатирического. Именно, вот, наверное, такое сатирическое отношение к жизни и не как бы помешало ей стать актрисой. Она училась в ГИТИС, и в какой-то момент она пришла к папе и говорит, папа, ну не могу я изображать дерево, по которому весенние соки текут, ну не могу. И в ней тогда вот это вот сатирическое отношение, оно как бы очень сильно проявлялось и, наверное, мешало ей. Ну а в творчестве она абсолютно лирик. Она скрывала от нас в течение многих лет, что со школьных лет она писала стихи. Потом она позже начала рисовать картины. Это была её отдушина, это была её лирическая такая вот, такая лирическая, как бы сказать, ниша. Лена, а как вы сами определялись Михаилу Николаевичу? Папина дочка или мамина дочка? Абсолютно папина дочка по характеру. И это, знаете, как проявилось, когда они начинали в её подростковом возрасте, она им отвечала в его же духе, в его же тональности, он понял, что самим с собой ссориться бессмысленно и бесполезно. И вот в 15 лет они перестали ругаться и ссориться, потому что он решил, что самим с собой ругаться бессмысленно. Мне очень понравилась фраза из книжки, где ты рассказываешь, что дочка зауважала папу первый раз в маленьком возрасте, когда увидела, что он делает стойку на руках и садится на шпагат. Вот это предмет гордости у неё был, да? Более того, она считала до определённого возраста, что это необходимое и достаточное условие популярности. Поэтому она легко это освоила. Он её научил делать стойку, сидеть на шпагате. Ну и только она потом, позже, уже в школьные годы поняла, что за этим большой тяжёлый труд. В принципе, отношение с дочерью – это вопрос формирования личности, воспитания. А вот у Михаила Николаевича в педагогическом плане был любимый персонаж Арина Родионовна. И он даже поставил ей целых три памятника. Лена, вот расскажите, что это за отношение такое особое? Здесь опять он проявился как лирик и романтик. Для него образ Арины Родионовны был настолько родным и близким, потому что для него это был символ и носитель того русского доброго, живого языка, на котором мы сейчас с вами разговариваем. У Михаила был какой-то период увлечения русскими сказками, он начал их расшифровывать. И когда очередь дошла до сказок Пушкина, вот этот волшебный язык его настолько очаровал, что образ Арины Родионовны всё время стоял у него перед глазами. И он решил установить памятник Арине Родионовне. Но он не остановился на одном памятнике и сделал их на свои деньги, установил их целых три памятника. Чем больше, тем лучше. И когда Максим Галкин с присущей ему иронией спросил, Михаил Николаевич, скажите, а зачем сразу три памятника Арине Родионовне? На что Михаил ответил тогда, я готов укутать Аринами Родионовнами всю Россию. Золотые слова. У него было такое поклонение вот этой женщины, этой крепостной, которая была носителем этого живого языка. Лена, а можно попросить тебя рассказать маленький хотя бы эпизодик из вашего путешествия на родину Карине Родионовне? Как вас там встретили? Поинтригуем немножко. То есть там рассказов в книге очень много. Мы, конечно, нет возможности перескать, и не будем этого делать. Но вот чуть-чуть про это. Ну, моя задача немножко заинтриговать, но не пересказать полностью. Поэтому буквально я немножко эту историю перескажу. Она достаточно необычная. У Михаила были гастроли в Питере, и он решил дочери показать на Гатчине памятник, который он установил. Памятник рядом с домиком-музеем Арины Родионовне. Сразу скажу, что это не оригинальный домик Арины Родионовне. Он не сохранился. Но это дом ее родственников. Но там некоторые предметы Арины Родионовне сохранилось. Например, сумка торба. И Михаил, когда мы туда приехали, сразу же начал общаться с сотрудниками музея. И они вначале очень растерялись, потому что без предупреждения мы туда приехали. Ну и, конечно, говорит, Михаил Николаевич, как жалко, что мы с вами не можем выпить за Арину Родионовну и вспомнить заветные стихи Пушкина «Вы пьем, няня, где же кружка?» Ну, Михаил Николаевич с его находчивостью моментально организовал бутылку водки. Приводитель привез бутылку водки. Нашлись кружки. И мы чарку подняли за Арину Родионовну. Я не буду до конца пересказывать эту историю, потому что она имела забавное продолжение, потому что именно в этот момент, когда Задорнов разливал по кружкам водку, не пьющий Задорнов причем, зашли посетительницы музея, и, конечно, у них был культурный шок. Ну, а продолжение этой истории вы сможете прочитать в моей книге. Да, да, да. Лен, а вот Задорнов и цензура, вот эта тема, которая сейчас тоже многих волнует, у него были очень острые выступления. Мы знаем, потому что мы тогда в газете очень часто делали интервью с ним, и иногда просто говорили, Михаил Николаевич, ну вы сразу в одной публикации наехали прямо на все страны сразу. Какие вообще можно перечислить? Вы не боитесь, что вас ли станут куда-то пускать? Ну, как у него отношения с цензурой были? Вот сколько я помню, Михаила, столько вот это вот возникало всегда тревожное ощущение, что для него запретов не существует. Он был такой масштабный возмутитель спокойствия. И запреты – это вообще не его система координат. Он был бунтарем. И поэтому даже в советское время, когда пытались его рассказы проверять, а в советское время, может быть, вы помните, все рассказы перед выступлением, перед выходом на сцену должны были быть залитованы. Залитованы – это специальное разрешение главлита. Это такое было цензурное учреждение, которое разрешало или запрещало рассказы. Так вот, даже его, даже это учреждение Михаил Николаевич умудрялся обманывать. Ну, а потом, когда нагрянула демократия и наступила свобода слова, уже Михаила почти никто не сдерживал. И, наоборот, ему даже давали проекты, поручали проекты, где его дерзость приветствовалась. Так на канале «Россия» в 2000-е годы появилась программа «Дежурный по стране». И первым дежурным по стране был именно Михаил Задорнов. Но потом оказалось, что достаточно его выступления резкие, телевидение немножко было напугано, и Михаил ушел с этого канала, и дежурным по стране тогда назначили вместо него Михаила Живанецкого. Лена, он всегда разделял родину и государство. У него даже шутка такая есть, значит, что это разные вещи, поэтому родина – мать для нас, а государство – мать вашу. И вот в последние годы у него появилось такое какое-то скептическое, разочарованное, грустное отношение к современной действительности здесь у нас в Латвии. То есть он начал улавливать какие-то тенденции, которые его очень расстраивали. Это так? У него были разные периоды, и я думаю, вы, как никто, вы, Рита и Оля, вы, как никто, были свидетелями его переменчивых настроений. Иногда он был в состоянии надежды и восторга от перемен в стране, иногда он приходил в ужас и разочаровывался. Я могу сказать, что такой подборке интервью, которое я собрала, именно сделанное вашей газетой «Суббота» в своё время и Ритой, наверное, такой коллекции мало где можно найти. И это показывает, эта подборка интервью показывает всю хронику, всю историю страны. То есть глазами сатирика. И вот там видно, то он разочаровывался, то был период у него надежды. Это были разные периоды его жизни и творчества. А вот этот период, когда он сказал в пеньке, тоже про это есть, что я отравлен сатирой, что это было, почему? У него в 2000-е годы наступил очень переломный, сложный период. И ответы и объяснения этого я нашла только в его дневниках. И он написал, что я всю жизнь, я процитирую по памяти, я всю жизнь боролся за справедливость. Но чем больше я боролся против мирового зла и абсурда, тем более организованными они становились. Наверное, я делаю что-то не так. Я уверен, что добрых людей на Земле больше, просто они плохо организованы. И он решил поменять свои творческие задачи и притягивать, объединять и вдохновлять добрых людей на добрые дела. Это прозвучало бы, наверное, может быть, немножко пафосно, если бы у него это не было подтверждено его реальными добрыми делами. И вы тоже, как никто, знаете, сколько Михаил и Скин делать благотворительных дел, добрых дел. Причем он это делал принципиально втайне. И об этом нигде не было публикации, об этом нигде не вещали, не кричали. Он это делал очень тихо. Он понимал всегда, что за любое доброе дело не нужно ждать за любое доброе дело, не надо ждать благодарности. И поэтому он, делая какие-то добрые поступки, он не ждал ответной реакции. У нас уже были две программы, где мы рассказывали подробно про это, сколько много всего. И то, что он, например, увлекаясь поэзией, первый привез Ефтушенко сюда, да, на гастроли. Ефтушенко из Америки был выдернут, и он не верил, что его кто-то будет слушать. Это были такие суровые годы, как мы говорим. Но зал был переполнен, потому что билеты удалось сделать очень-очень недорогие. И вот мы помним этот вечер в Дзинтере. А меня лично, например, очень тронула вот эта история. Я не знала об этом, что как он платил в очень тяжелые 90-е годы, просто вторую зарплату учителям своей школы. Даже первую, наверное, потому что они не получали зарплату в тот момент. И вы знаете, до сих пор подходят иногда люди и говорят, а вы знаете, мне Михаил Николаевич помог в этом деле, а он мне оплатил учебу. То есть столько выясняется каких-то историй, о которых при его жизни мы даже не знали. И замечательную историю рассказал в эфире Дмитрий Крылов, когда он ведущий, телевизионный ведущий программы «Непутёвые заметки». «Непутёвые заметки». Да, и автор путеводителей. Да, и он рассказал, когда он остался без работы на радио, и он шёл по Тверской потерянный, несчастный, и вдруг он встречает Задорнова. Ну и Михаил Николаевич спросил, что случилось, что произошло. Он говорит, да вот остался без работы, не знаю, какие дальше у меня могут быть перспективы. Вот зачем любишь заниматься? Ну, возьми и скажи, люблю путешествовать. И Михаил позвонил на Первый канал и сказал, у меня есть человек, который любит путешествовать и умеет об этом рассказывать. И вот так с того времени появилась и сложилась эта передача, и Дмитрий Крылов об этом сам рассказывает. А Михаил Николаевич об этом даже не вспомнил, когда я ему эту историю при жизни пересказала. Лена, о путешествиях. Это огромная часть вашей жизни и очень большая часть книги посвящена вашим путешествиям. Там роскошные совершенно фотографии из разных экзотических мест. Но Михаил Николаевич, он же путешествовал не просто так. Перед тем, как куда-то ехать, у него был очень чёткий план и видение того, почему именно туда, что он хочет там для себя открыть и к чему приобщиться. Вот про путешествия немножко расскажи. Да, вот вся вторая часть книги посвящена именно путешествиям. И она полностью, эта часть оправдывает название другой Задорнов. Потому что в путешествиях он на это время выключал тумблер сатирика, и в нём появлялось желание мир увидеть другим, проявлялся романтик. И, конечно, у него всегда была перед каждым путешествием определённая сверхзадача. И опять он проявлялся как романтик. Вот, например, в книге я описываю путешествия на остров Пасхи. Это был такой особый юбилейный подарок для меня. И когда я увидела на глобусе этот затерянный в океане клочок суши, у меня пульс сразу подскочил под 150. Я поняла, что мне настолько туда лететь через два океана страшно, что, конечно, я задала вопрос Михаилу. А зачем мы туда полетим? Может быть, лучше почитать книжки Тура Хейрдала об этом острове? Он говорит, нет, я должен получить ответы на те вопросы, которые с детства у меня созрели. И хотите верьте, хотите нет, он хотел доказать, найти доказательства того, что все эти каменные изваяния, истуканы, или, как их называют, муая, установлены и высечены людьми, а не инопланетянами. Потому что версий, теорий было великое множество. И на сегодняшний день никто ничего доказать так и не сумел, поэтому у ученых интерес к этому острову пропал. Они перестали туда заглядывать, потому что ответов нет. Бессмысленно, да. А Михаил собирал свой дежурный рюкзак, и мы туда летели, потому что ему было очень важно доказать, что если мы, сообща, с уважением к своим предкам, будем это делать, то это вполне реальный труд. Еще в его последнее время очень именно история Руси интересовала. Вот если он планировал ехать в Стамбул, то это съемки фильма, то это то место, где щит был прибит на врата Царьграда. И еще один остров в вашей маршрутной карте был очень интересный, остров Рюген. Да, к сожалению, я не успела, ввиду ограничений сроков для издательства, описать это путешествие, эти съемки на острове Рюген. Для Михаила это очень важная была составляющая часть во время съемок, потому что именно там мы увидели такое количество славянских, скажем так, следов, и то, как немецкие историки трепетно и бережно сохраняют эти моменты, вот это очень важная часть, которую Михаил хотел показать в фильме. И там до сих пор сохранились указатели бантов, шустов, русов. Они не стыдятся нашей истории, они сохраняют с уважением. Вот это и для меня, но для Михаила это были очень важные такие части и открытия на этом острове. Ну да, поясним, что этот остров, он принадлежит Германии, и в раннее Средневековье он считался таким славянским Ватиканом, Аркона. Аркона, да. Там находился славянское поселение Аркона, и его еще называли не только Рюген, но и Буян, Руян, Буян. Это тот самый прообраз Пушкинского острова, мимо острова Буяна. Мимо острова Буяна в царство славного султана. Лен, ну вот ты была очень часто с ним вместе с Михаилом Николаевичем в его и путешествиях, и в его гастрольных поездках, где вы тоже там объездили всевозможные места, и не только в России, но и в разных странах, да. Какой стране... В книге описываются всякие забавные ситуации, которые случались во время этих гастрольных поездок. Вот в какой стране были, может быть, самые такие вот необычные впечатления от зрителей, от выступлений? Ну, на гастролях, вот как раз на гастролях это было единственное место, где в нем включался опять сатирик, и он становился придирчивым, критичным, даже капризным. И, конечно, все поездки, это были достаточно сложные, потому что очень много переездов было, а в советское время проблемы с гостиницами были. Поэтому, конечно, каждая поездка это новые наблюдения в его копилку сатирика. И вот, условно, вот как Оля говорила, утром куплеты... Вечером в газете? Да. То есть Михаил сразу же все это высмеивал. Весь абсурдный быт советских гостиниц, где, допустим, розетки в шкафу вызывали каждый раз недоумение. Почему в шкафу? Душ, который от своего момента установления не работал, оттуда почему-то вылетали комары. То есть вот он все эти моменты высмеивал, и так возникали его статистические выступления. А вот этот эпизод, когда на Курилах, не помню, где там было, ты рассказываешь, где вы перелетели, сделали очень сложный перелет на остров и забыли при этом его портфель с новыми рассказами. Как он выкручивался в этих ситуациях? Да, это был очень интересный такой съемочный период. Это был месяц путешествия по Дальнему Востоку, и начиналось это путешествие с Сахалина. Были первые гастроли на Сахалине, а дальше мы должны были перелететь на Курилы, Камчатку и Хабаровск. Это были как раз съемки, посвященные столетию его отца, писателя Николая Павловича Задорнова. И он там снимал фильм «К отцу на край земли». И, конечно, было очень много и суеты, и дел, и волнений, и тревоги. И на Сахалине так получилось, что на Сахалине остался портфель с его выступлением. А дальше на месяц был тур распланирован, и нужно было каким-то образом этот чемодан обратно получить. А на Курилы самолет летал два раза в неделю. Поэтому вы можете себе представить, зная характер Михаила, как он на это отреагировал. Поэтому я тоже заинтригую. Там история с продолжением. То есть он вышел на сцену, не имея ни портфеля, никаких записок и держал каким-то образом зал. Лена, но при том, что, конечно, он сатирически высмеивал все эти глупости, которые происходили в России, особенно в этот постсоветский прием. Но при этом он был патриотом. Он просто чувствовался, как он любит все, что связано с Родиной. Может быть, слово патриот сегодня немножко так амортизировано. Он остерегался этого слова. Он просто любил Россию. Он любил Латвию, потому что это тоже для него была Родина. И у него была такая формулировка, что на нашу страну всегда нападают что-то со звуком. Он разделял действительно два понятия. Я думаю, это в любом со звуком проблема. Нет, это интернет немножечко что-то подвисает. Продолжаем. Мы можем продолжать. Поэтому Михаил любил Латвию, любил Россию. Я предполагаю, что вот... Так, что у нас случилось? Так, у нас прервалась связь по скайпу. Сейчас мы снова с Еленой Бомбиной выйдем на связь. И напоминаем, что поводом для нашей сегодняшней встречи с женой Михаила Задорнова является выход очень интересной книги «Воспоминания жены писателя». Книга называется «Другой Задорнов. Хотите верьте, хотите нет». Её можно купить в сети книжных магазинов «Полярис», она уже есть, а также по интернету на сайте книга.lv. Вот сейчас мы... Вот, мы подключились опять. Просим прощения за маленькую паузу. Интернет что-то такое у нас клюкнул. На словах патриотизм он пропал. Да, да, да. Тогда мы не будем всю эту тему трогать и обсуждать. Чтобы закончить, выйти из этой темы патриотизма, скажу, что Михаил по одной из последних его книг так и называлась «По родной планете». Я думаю, что нельзя говорить только о любви к какой-то одной стране. Михаил в какой-то момент его щедрая душа полюбила весь мир. Элена, давай что-то тоже веселое вспомним из этой книги. Одна из самых историй забавных это празднование твоего юбилея в Риме. Это была довольно давняя история, но в компании с Караченцевым, Максимом Дунаевским и с Юлием Гусманом и все это происходило в очень необычном месте. Расскажи, пожалуйста, хотя бы чуть-чуть. Да, это для меня наверное был самый необычный юбилей, это 30-летний юбилей, Михаил пообещал его сделать запоминающимся, так и произошло. Я должна была прилететь в Рим из Риги, а вся команда теннисистов, дело в том, что мой юбилей совпал с теннисным турниром шляпы. Шляпа и там участвовали известные артисты Караченцев, Максим Дунаевский, Михаил Задорнов, Гусман в этом турнире и они летели из Москвы. Но их никто не предупредил, меня никто не предупредил, что они летят бюджетным рейсом с посадкой, с долгой посадкой в Калабрии. И вот они застряли там на семь часов. А я летела тоже не просто так, тоже оказалась заложницей обстоятельств. И меня, наверное, часа три продержали в полиции итальянские карабинерки. Потому что всегда, всегда вызывает повышенный интерес в то время особенно одиноко путешествующая женщина. Поэтому все подробности этой истории можно прочитать в книге. Но они прилетели ровно за пять минут до окончания моего юбилея. И я их встречала заплаканные и в пижаме. Лена, а вот недавно был день космонавтики. И в книге есть сюжет, связанный с именем Гагарина. Вот расскажите, что там. Отчасти. Мы сейчас всех интригуем. В советское время, как я уже говорила, были серьезные проблемы с гостиницами, с поселением. И вот во время очередных гастролей в Сочи Михаила не устроила предложенные администраторами гостиницы. То есть там было очень шумно, там было очень суетно, ему хотелось работать. Он сказал, что он не будет жить в той гостинице и предупредил организаторов, что он гастроли проводить не будет. Ну, а это советское время, найти замену гостиницы почти невозможно. И они делают совершенно невероятную, совершенно невероятным образом договариваются с пансионатом, где восстанавливались космонавты. И все номера там тоже были заняты, но находится номер, у них он считался на тот момент музейным номером, где после своего первого полета восстанавливался Гагарин. Но они решили, что все-таки Михаил Николаевич достоин того, чтобы в этом номере его поселить. И там, вот именно в этом номере происходили очень забавные истории. Когда ночью я проснулась от того, что длинные волосы начинают у меня шевелиться, и я испугалась, что это дух Гагарина недоволен, тем, что мы поселились в этом номере. Но оказалось, к сожалению, что это банально просто мыши, которые отвыкли от людей, и это, наверное, те самые были потомки тех мышей, которые когда-то видели. Помнят, помнят, Гагарина. Это очень интересная история. Вы почитаете сами в книге, у нас уже немножко совсем времени осталось. Калейдоскоп мы наш собираем сейчас из маленьких кусочков. Лен, а вот тема счастья тоже у тебя в книге уделяется этому много места, и вот проходит такой красной нитью. Вот что Михаил Николаевич говорил о счастье? Был ли он счастливым человеком? И какие для этого компоненты нужны были? Я думаю, что каждый человек рано или поздно задает себе вопрос, в чем состоит формула счастья? И, наверное, уже ближе к концу жизни Михаил понял, что формула счастья очень простая. Сделай доброе дело и получи от этого радость. Вот именно от добрых дел, которые он так щедро и легко делал, он получал громадную радость, и это было его счастье. Я могу сказать, что ту жизнь, которую ярко он успел совершить, это было его жизнь, это такое очень яркое путешествие. То количество добрых дел, которые он успел сделать, наполняет нас верой, что счастье возможно. Счастье возможно. Каждый человек, как он говорил, кузнечик своего счастья. Это его цитата. Да, и он подчеркивал, что счастье не зависит от государства, от территории, от политики, от денег. То есть ты можешь находиться в любой системе координат, но ты сам кузнечик своего счастья. Давайте даже процитируем. Любые власти во все времена обещают сделать людей счастливыми и богатыми. Причем список людей прилагается. Ну, это отдельно. В стиле Михаила Николаевича очень. Так вот, во-первых, я желаю всем попасть в этот список, а тем, кто не попал, а нас таких большинство, желаю не забывать, что счастье человеческое не зависит от политики и денег. Оно лежит не в этом измерении, в котором большинство его ищет. Пощупать счастье нельзя, зато делиться им можно. Вот, Лена, собственно, именно то, что ты сейчас делаешь, написав эту книгу и вот рассказывая о ней, делишься минутами радости и личного счастья своего, которое было очень ярким. Лена, а личное твое ощущение, вот какое в ваших путешествиях самый такой счастливый момент? Ну вот я думаю, что самый счастливый момент Михаил любую минуту заполнял так плотно своего существования, своей жизни, что, наверное, вот сейчас вспоминая все это, я понимаю, что это была мозаика тех счастливых, радостных моментов, которые он умел так плотно собирать. И поэтому книгу предваряет эпиграф, который мне очень нравится. Память — это единственный рай, из которого нас никто не может изгнать. Поэтому только мы можем распоряжаться, как относиться к каким-то событиям, даже к памяти ушедших людей. Вспоминать о нем легко и светло для меня очень важно. Давай вот вспомним осталась одна минута, вот у тебя было очень много фотографий, мы напоминаем, что Елена еще и фотограф замечательный, ты снимала очень много рассветов в разных уголках мира. Какой рассвет и где самый запоминающийся был? Вот такой неожиданный вопрос. Михаил, очень нравилось мое увлечение собиранием рассвета по всему миру, он всячески поощрял, и когда, допустим, он видел, что настроение как-то падало, грустинка появлялась в глазах, он говорит, едем встречать рассвет в такую или другую страну. И, наверное, самый для него радостный рассвет был на Курилах, потому что всегда принято считать, что Япония это страна восходящего солнца, для жителей Курил это страна восходящего солнца. первыми встречают рассвет не жители Японии, а жители Курил. Курильские островы были на Кунашире. Ну и, наверное, завершим вот очень актуальная фраза Михаила Николаевича. Вот сейчас мы действительно все находимся в таком непростом периоде, уже второй год. Вот он говорил, что есть три проявления Бога на земле. Это природа, которая помогает жить, любовь, которая помогает выжить, и юмор, который помогает пережить. Так что, дорогие радиослушатели, улыбайтесь, да, и вот эта книга «Другой Задорнов», она, в общем-то, обо всем об этом. Очень рекомендуем. Эту книгу можно купить, напоминаем, в сети магазинов «Полярис». Она уже есть и пользуется очень большой популярностью. Лена, спасибо большое за то, что ты была с нами. Мы тебе отдаем еще 30 секунд сказать что-то очень важное. Да, мне очень важно, чтобы эта книга нашла отклик у читателей, потому что я там делилась какими-то очень сокровенными, очень теплыми воспоминаниями. И поэтому, когда вот сегодня накрывает страх, одиночество, печаль, смотрите выступление Задорнова, потому что вот его фразу я еще раз процитирую, «Когда смешно, тогда не страшно». Всего доброго позволит выжить в сегодняшнем абсурдном мире. Всего доброго, с нами была жена Михаила Задорнова, Елена Бомбина, автор книги «Другой Задорнов». И оставайтесь с нами, потому что в следующий час у нас будет зеленая лампа. И гостем программы будет знаменитый российский актер Кирилл Зайцев. Всего доброго. До свидания.